Как бы принести славу Господу, это самое наше основное послание, как бы быть светом этому миру. Итак, я вам рассказывал, да, о снеге, который показал Бог. Но сон не является основанием нашей веры, да? Сон может как бы нас поддержать где-то, ну, иногда нам Бог дает как бы какие-то послания, да, такие вот в виде снов, как бы, да? Говорят, старцы будут вразумляемы с нами, да? Ну, я еще не старец, конечно, не ощущаю себя. Но тем не менее, как бы, мне очень много Бог говорит во снах, очень много. У меня есть такие очень яркие сны и переживания. Я думаю, что этим опытом надо делиться, как бы, потому что это назидает других, должно назидать и меня, и других, как бы. Для некоторых это тоже может послужить ободрением. Я, ну, за это, за те годы, которые я с ушел, пережил очень много моментов и видел, как и уничижаются дары в теле. То есть, из-за того, что в свое время как-то ними, то есть, преувеличивали, то есть, как-то это все там, как бы правильно сказать, я не знаю, как это. Ну, перебор был с этим, знаете, там, с видениями, с откровениями, там, со всеми. Уже многие пастыри, многие служители боятся этого, то есть, как бы, и эти дары уничижаются. Мы перестали видеть в церквях, ну, в служениях пророчествующих людей, перестали видеть людей, очень мало видим людей, которые делятся своими, ну, свидетельствами огромнейшими, то есть, Божьей славы, как бы. Мы перестали видеть в служениях, когда люди, стоя в поклонении, пророчествуют, и кто-то изъясняет, кто-то говорит на языках, а кто-то изъясняет эти пророчества. Мы перестали видеть, когда музыканты пророчествуют на инструментах, и люди могут истолковывать то, что пророчествует инструмент. Потому что музыка, мы потом с вами очень близко коснемся этого, ну, вообще, с чего начинается Библия? Первое слово. Даже не в начале, а еще раньше, с чего начинается? Перешит. На самом деле, это как песня. Буквально, мы потом разберем с вами, я вам потом расскажу. Это первое слово звучит, как воспеть песнь. Понимаете? То есть, еще когда ничего не было, не было ни атмосферы, ничего, был Бог. И первое, что он сказал, это берешит. Поэтому мы сегодня и пытаемся в этом разобраться. Да, то есть, еще когда ничего не было, уже была музыка, в которой обитал Бог. Понимаете, да? Она его окружала. Потому что он не мог находиться нигде, во тьме, понимаете, да? То есть, как где-то. То есть, он есть свет, он не может находиться во тьме. То есть, однажды, я вам расскажу, поделюсь свидетельством таким, тоже небольшим. Мы служили в Краматорске. Это я был еще в Киеве, там, в Миссии. И мы поехали, нас пригласили в одну из пятидесятнических таких небольших, небольшая церковь, там, собрание буквально, человек 50-70. Молодой пастырь. И когда шло служение, я тогда, ну, как бы водителем был, я стоял, ну, в зале вместе со всеми поклонялся. И вот там вот такая небольшая сценка была, да, вот точно такая небольшая, только она, ну, как бы была вот так вот вдоль сделана. Ну, вдоль. Не угол занимал, а так вдоль. И зал такой небольшой, это бывший детский садик. Они там оборудовали зал. И я стоял, и вот ребята стояли на сцене, они просто с акустическими гитарами там пели, служили там. И в углу стояла такая картина. И Иисус, как обычно, его изображают. Вот такой, ну, венец. Ну, может, это, конечно, я не хочу никого обидеть, понимаете. Но в этот момент мне Бог сказал, я не такой. И я в духе, или, не знаю, в теле ли, я увидел, как, может быть, того Бога, которого однажды видел Моисей, когда он, помните, просил о том, что говорит, ну, кто ты, покажи мне свою славу. Помните, как он говорил? И Бог говорит, слава моей, лица Моего ты увидеть не можешь, говорит, потому что никто не может из человека увидеть Моего лица. Но я тебя спрячу в расщелине и проведу мою славу пред тобою. И я увидел Бога, как бы, идущего вот так вот. Это было просто что-то невероятное. Это просто вот как, знаете, как огонь перед ним, то есть, как бы. И все, что, ну, впереди, оно было просто поглощено огнем этим, понимаете. От лица его исходило, ну, вот сияние такое, как огонь поедающий. И он говорил, и я услышал эти слова, я есть огонь поедающий. Вот такое мне однажды показал, ну, я увидел это. Поэтому я себе представляю, ну, немножко другого Бога. Потому что мне много, неоднократно, я потом буду с вами еще делиться, по мере того, как мы будем разбираться в определенных темах, буду делиться своими откровениями личными, которые многие годы, я вообще, ну, не мог это высвобождать, потому что я даже боялся это говорить. По причине того, что я думаю, что меня бы даже не поняли, о чем я говорю. И вот только спустя столько времени, уже почти 13 лет, как бы, я буквально недавно слушал одно из учений, как бы, о поклонении. Это Алексея Ледяева. Это, ну, и, ну, это было учение для лидеров вообще служения, как бы. Я думаю, что у этого человека есть огромный плод в этом. Он, как бы, он сам поклонник. Конечно, можно по-разному судить, как бы. Но, знаете, из истории Израиля, как бы, мы можем увидеть, что евреи, где бы они ни находились, в каких бы условиях они ни находились, они старались взять самое лучшее от народов, среди которых они были рассеяны. Ну, и жили. Поэтому я думаю, что мы можем черпать самое лучшее, вот, и, ну, из того, куда нас помещает Бог. Независимо от того, как поступают люди, мы можем брать самое лучшее и применять это. То, что не противоречит Писанию, то, что не противоречит нашей вере. Аминь. И вот, слушая это, ну, это послание, я, как бы, пережил вот нечто, ну, как бы, такое вот, то, что переживала Марфа, да, когда у нее там в очередь сыграл ребенок, Мария, когда она пришла в очередь сыграл ребенок, вот такой, меня внутри все переворачивалось. Я в первый раз услышал то, о чем мне Бог говорил столько лет назад, о чем я вообще молчал, я боялся даже поделиться. Я помню, я только с одним человеком и то, потому что это мы, вот, как бы, были, как бы, очень тесно, ну, очень много общались, очень много ездили вместе, как бы, служили вместе. Я с ним делился, как бы, буквально. И то не всем, а только вкратце, то есть, как бы. И это, знаете, как ты носишь внутри, носишь, носишь столько времени, и потом это выдаешь. И вот, может быть, благодаря этому я сегодня могу вот с вами говорить об этих вещах. Но мне нужно было пройти какой-то путь, и мы сейчас будем говорить об этом, что это за путь. Я начал вам говорить о сне, как бы, да, почему нам надо пройти путь, и почему мы не можем сразу говорить об этом. Мы сейчас будем разбираться в этих вещах. И мы с вами остановились на вере, да? Мы говорили, что вера – это соединяющее звено между духовным миром и физическим. И корни уходят в духовный мир. И это как корни, которые поддерживают дерево. Дерево нашей жизни. Уверенность в невидимом. Уверенным можно быть только в том, о чем ты знаешь. Если я не знаю, допустим, кого-то из вас, разве я могу быть уверенным в вас? Ну, мне надо какое-то время познакомиться с вами, правда, узнать о вас что-то, как бы, доверить вам какие-то вещи для того, чтобы, ну, понять, насколько вам можно доверять. И так настроится наше, как бы, доверие. От веры в веру, как бы. Что такое уверенность в невидимом? Это знание духовного мира. Это глубокий духовный опыт, способность ориентироваться в духовном мире. Способность сражаться и побеждать в духовном мире и на физической территории, там, где мы находимся. И это вера. Никто не сказал, что то, что нам дано, будет приходить нам легко. Царствие Божие усилием берется и прилагающее усилие, сказано, восхищает его, поднимает его. Понимаете? Поднять. Это нелегкая вещь. То есть, по всей видимости, я не разбирался в этой терминологии, но мы можем, если даже вам интересно, просто взять источники, оригиналы, как бы, там, греческий текст и поразбираться. То есть, оно иногда просто интересно, как бы. Всякие прилагающие усилия восхищает, то есть, как бы, поднимает его, поднимает, восхищает его. Все выше и выше и выше. Иешуа в беседе с Самарянкой говорит, что поклоняющиеся Богу должны поклоняться в Духе и истине, потому что Бог невидим, и ты поклоняешься невидимому Богу и поклоняешься в Духе. Как вера берет начало в мире духовном, так и поклонение берет свое начало в духовном мире. Вера – это способность пересекать границы физического мира. Поклонение – так же, так же. Способность пересекать границы, достигая духовных территорий и с этих позиций, и с этих позиций менять процессы и обстановку в окружающем тебя мире физическом. В поклонении мы достигаем каких-то духовных территорий. Ты можешь наблюдать это в своей жизни, то есть ты можешь ехать, и вдруг ощущаешь такое присутствие Духа Святого. И вокруг тебя даже люди это как-то невольно, какие-то вещи начинают происходить. То есть это бывало. Я думаю, вы просто уверены, что у каждого в жизни из вас бывало. Когда вы остаетесь, может быть, даже невидимыми для других, но вокруг вас происходят какие-то вещи, потому что вы являетесь носителем этого. Вы являетесь частью Бога. И вы способны менять в физическом мире обстановку. Там, где царит неверие, вы можете сеять веру. Там, где царит беззаконие, вы можете утверждать справедливость и правду Божью. Что нам дает поклонение? Вот мы приходим, исполняемся Духом, приходим на служение, исполняемся Духом Святым, достигаем каких-то духовных, выходим за рамки этого физического мира, достигаем каких-то духовных территорий. И что после этого? Зачем нам это нужно вообще? Может быть, даже и порассуждать над этим нужно. То есть, ну вот мы пришли на служение, достигли каких-то вот, исполнились Духом Святым, поклонились Богу, вошли в присутствие Его, даже получаем Слово, видим видение, как бы даже, и будем говорить так, получаем откровение. Для чего это все? Тоже верно, это наше одно из основных посланий, да, то есть, идти проповедовать. Тоже, да, для внутреннего, как бы, преображения, для того, чтобы на нас Бог строил, строил наш характер, как служителей, типа, ну того, да, для распространения Его славы, Его царства. Это, да, это основное. Это, да? Правильно. Мы об этом говорили тоже, да, совершенно верно. Поклониться Богу, признать Его владычество, Его волю, то есть, признать свое несовершенство, то есть, как бы, тем самым, как бы, всю славу, славу и силу и честь и, как бы, власть, признавая, как бы, Его власть, как бы, в своей жизни. Это все совершенно верно. Поклонение, это, я вам, ну, как бы, скажу, то, как, ну, это совершенно точно то, о чем вы говорили. Оно нужно, то есть, ну, зачем это нужно нам? Поклонение, это передача власти, потому что тот, кому поклоняется, поклонник, отдает часть своей власти. Он делится своей властью с тем, кто поклоняется ему. Тот, которому ты поклоняешься, делится с тобой частью своей власти. Можно так вот сказать, как бы, более доступно. Давайте откроем Матвея, 4 глава, с 8 по 10 стих. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, все это дам тебе, если падший, поклонишься мне. И тогда Ишуа говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу Твоему поклоняйся и Ему одному служи. Что здесь происходит? Ишуа находится в посте, да, уведен духом в пустыню. Я думаю, что никто из нас никогда этого даже, ну, и не переживет по-настоящему, того, что пережил он, как бы. Даже такого поста, как он был в посте, в этой пустыне, среди суховедей. Поверьте, я однажды, я служил в Средней Азии, я служил на границе с Афганистаном, как бы. Это жара просто невыносимая летом. То есть, ну, металл раскаляется до того, что если ты положишь руку на металл, ты просто получаешь ожог. Как бы, песок раскаляется до того, что ты можешь печь лепешки даже на нем. Понимаете? Сухость такая, что, как бы, и если еще нет воды, вы себе просто представить не можете. Нас когда-то, мы просто, ну, я вам просто поделюсь, очень короткий случай. Мы поехали, я служил в пограничных войсках, и мы меняли систему заграждения, как бы, и в один из дней, как бы, мы выехали на границу, закончили участок делать, как бы, и оказалось, ну, мы не могли запустить систему, потому что где-то показывала, постоянно срабатывала она система. То есть, она включается в общую, как бы, это, и на заставе показывает, что она постоянно сработает, замыкание, там, заградительная система. Она как сигнализирует о нарушении, о прорыве, как бы. И мы не могли найти. И у нас уже кончилась вода, то есть, которую мы брали. Это был выходной день. Мы должны были там управиться буквально за два часа и вернуться на заставу для того, чтобы, как бы, привести себя там отдохнуть, привести себя в порядок, после рабочей недели такой, как бы. И это начало все затягиваться. Мы сначала пытались, как бы, вот все вместе, у нас там было человек 15, мы пытались все вместе там. Потом уже, не, потом уже мы поняли, что так не получится. То есть, обычно выезжаешь рано утром, для того, чтобы до обеда закончить работу, там, буквально, там, до 11, до 12 часов, когда начинается уже самая жара, когда солнце выходит в зенит, как бы. И до 4 часов, вообще там, без движения все. не животные не двигаются даже. Животные просто залегают в тени, как бы, ищут места, где есть тень, кусты, там, кустарники какие-то, как бы, залегают, и до вечера, как бы, просто даже не двигаются. Мы на охоту даже выезжали, вот в такое время. Потому что животные просто не двигаются, понимаете? И вот в это время, как бы, мы поняли, что мы уже задерживаемся, мы не запаслись водой, как бы, как должно, как бы, и не могли уехать оттуда. И мы начали по двое ходить. То есть, все лежат просто под машиной, в тени, а двое идут и проверяют, там, по две ниточки проверяют, прибором идут, отключают и проверяют. Потом эти возвращаются, следующие двое пошли. И воды уже не было. И вы все просто не представляете. Это просто ты не можешь даже разговаривать. Это всего лишь полдня я был. Иисус в этом был. Сорок дней. Ты не можешь разговаривать, мухи просто тебе в рот лезут, как бы. Губы вот такие пораспухали, что ты не можешь даже, они сначала распухают, а потом лопаются. И потом это мухи, и все насекомые, они просто как, я не знаю, они чувствуют влагу, наверное, или что, и они просто тебя объявляют. Ты уже можешь даже разбивать себе лицо даже от этого, от раздражения, вот от такого. И там была вода у водителя, которая в канистре из-под бензина, из-под масла. Мы пили эту воду, хотя бы хоть как-то. И мы потом приехали на заставе, и на заставе нет воды. Там были, ну, такие для животных, питьевая, там, короче, скважины, там вода соленая, соленая, такая аж горькая, со скважин. И на заставе не было воды, и мы приехали и просто пили эту соленую воду, еще хуже. Потому что оно, вот эти все губы полопавшиеся, оно раны, оно просто обжигало так, как это. Вы себе, представьте, это один день, это даже не один день, а полдня, мы где-то в обед, ну, после обеда вернулись, как бы. Что такое 40 дней в этом провести? Я себе даже представить не могу. И там написано, когда он взолкал, когда уже его силы даже иссякли. Это мы можем поститься где-то дома, сок попить, да? Там, входить в пост медленно, потом выходить из него. Представьте себя, Бог вас уведет в пустыню, среди камней, вы просто будете сидеть на раскаленном солнце, как бы, когда просто под вами земля будет гореть. Я не знаю, я просто не знаю даже, как это можно описать, еще и какими словами, как бы. И вот когда он взолкал, к нему приходит сатана, опять берет его дьявол на весьма высокую гору, да, и показывает ему все царства, мира и славу их. Мы говорим о передаче власти. И говорит ему, все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне. Поклониться кому-то, это значит признать свою беспомощность перед чьим-то могуществом. Это значит признать за ним всю власть, а ответственность за свою жизнь. Помните в Египте, когда входил фараон, все должны были падать и кланяться ему, независимо от его ранга, насколько он был приближен. То есть все должны были кланяться, потому что он считался Богом. Вспомните Сирию, Малаху-Доносор, что происходило с теми, кто не кланялся. Помните, да? В огонь печь бросали. То есть эти люди считали себя богами. То есть и те, кто поклонялся им, те делились с ними ихнюю власть. Были приближенными, правильно? И пользовались какими-то привилегиями, льготами, как бы пользовались какой-то властью определенной. Правильно? Они правили вместе с ним. С этим и с фараоном, и с этим царем, как бы. Это значит и подчинить ему свою волю через смирение, через послушание и приобрести часть той власти, которой располагает тот, кому ты поклоняешься. Признать его власть. И когда вы признаете власть, когда вы долгое время как бы находитесь в этом, вы начинаете подражать тому, кому вы поклоняетесь. кому сегодня подражаем, тому и поклоняемся. То есть отражением чего вы являетесь, как бы тому вы и поклоняетесь. Поклонение это трансформация и передача власти. Я думаю, что я буду говорить о духовной власти. я не буду затрагивать вопросы в физическом мире, власти как бы как таковой. Я как бы очень настороженно отношусь к заявлениям различного рода, которые касаются. Я говорю о власти духовной, как бы, которую нам, с которой нами, ну, которой с нами делится Бог. вот так вот. Это трансформация и передача власти. То есть эта власть, она как бы распространяя, она власть духовная, она все-таки имеет влияние на физические процессы. Понимаете, да? Поэтому я говорю это трансформация, то есть изменение как бы какое-то. То есть власть духовная, она начинает влиять на физические, на различные процессы, которые окружают вас в физическом мире. И мы с вами, когда поклоняемся Богу, как в зеркале, давайте вспомнить это место, открытым лицом, преображаемся в тот же образ, да? Как от Господня Духа, да? Что отражают наши лица во время словословия, поклонения, когда мы входим, когда мы находимся в этом? мы будем отражать собственно разные стороны своего Бога. То есть кому-то нужно утешение, кому-то нужно ободрение, кто-то будет наслаждаться его величием и славой, кто-то будет переживать сокрушение какое-то, очищение. как бы вы будете отражать различные как бы стороны и различные ну своего Бога, различные грани своего Бога. Однажды в Лесе Украинки, еще когда мы были на одном из служений, я во время прославления было такое присутствие Божие, я стоял на сцене, я открываю глаза, я вдруг вижу вот на фоне задней стены вот как бы как будто вот отец такой сидит на троне, даже могу вот как бы позу даже изобразить как бы. Как будто он сидит вот так вот вон, вот так вот вот так вот все он и так и так видит это притопывает и тут пляски идут такие, я помню хоровод был, они все по залу, с зала на сцену, по сцене опять в зал, и так вот как бы там как-то необычно было, потому что у нас община еще только учится в этом двигаться, танцах как бы не очень, просто такое какое-то особенное было присутствие, я увидел как это Господь сидел и как бы вот так вот знаете папа сел так чешет свою бороду и улыбаясь как бы притопывает ногой представьте земля подножия ног его он как притопнет так нам тут всем мало не покажется если он притопнет да и еще на одном служении я видел тоже как бы вот тоже вот так во время поклонения как будто вот знаете как вот в книге пророка Данила говорит как рука выходила там знаете из стены а я увидел лицо как бы может это может это об этом говорят лицо там ангела господня знаешь или ангел лица господня да то есть вот так вот правильно упоминается в библии такое лицо которое тоже улыбалось просто такое улыбающееся лицо такое на всю стену я просто так стоял и как бы ну иногда бывает ну такое увидишь что просто даже ну не знаешь как дальше то есть как с этим быть вот вы будете отражать вот это вот то что вы видите вы будете отражать это то есть я ну очень мне бы очень лично хотелось чтобы это развивались эти дары церкви чтобы они действовали понимаете чтобы люди могли делиться чтобы ну возвращалось вот то что было первоначально изначально в церкви чтобы были пророчествующие толкующие как бы о которых говорит Павел да если один из вас как бы встанет и будет говорить пускай остальные как бы внимательно слушают и как бы рассуждают то есть если кто-то говорит на языке то кто-то должен встать и истолковать это понимаете да не может быть просто человек встать и просто отторабанить что-то отторабарщик он сказал что если вы не согласитесь помните да вот приблизительно так у Люцифера не получилось стать богом на небе теперь он стал князем мира сего и создал тысячи богов башков культов которым на сегодняшний день люди поклоняются даже предметов не просто даже башков понимаете да каких-то даже не обязательно быть башками и самая большая ложь дьявола заключается в чем в том что он говорит вот поклоняйся этому пускай дети твои поклоняются вот поклоняйся этому идолу поклоняйся там компьютеру не знаю поклоняйся там еще чему-то ну бизнесу или что ли своему поклоняйся как бы каким-то вещам не знаю это могут быть самые различные вещи а он говорит меня здесь нет он говорит меня здесь нет это не я это не дьявол это вот как бы просто как бы вот так вот не надо мне поклоняться он говорит не надо мне поклоняться дьяволу вот вот есть вот ему поклоняйся ему служи и многие люди мы можем наблюдать как это происходит. И теперь, когда он приступил к Ишу, он говорит ему, показывает ему все эти царства, и говорит ему, все это дам тебе, если падше поклонишься мне. На чем жиждется язычество? На том, что дьявол дает своим поклонникам что-то. Поклоняйся мне, пусть твои дети поклоняются мне, и я помогу тебе, помните, даже исцеления могут прийти, да? Даже сатана может являться, как ангел света. Писание нам говорит об этом. Даже чудеса происходят, и будут происходить. Вспомните Откровение, книгу Откровений. Там сказано, что будут происходить чудеса. Дам исцеление, урожай будет, поклоняются каким-то снопаркам, или еще каким-то богам. Будет урожай, иногда бывает урожай, правда? Обеспечение, да. Многие вещи, да? Были, да? Да, да, да. До определенного уровня, до определенного момента. Потому что, ну, мы коснемся этого момента, там может быть не так. То есть, до определенного момента какие-то чудеса происходят, но все это, опять-таки, ты можешь сделать только то, ну, на что ты способен, правильно? Для чего ты сотворен. Как бы, это, опять-таки, мы касаемся вопроса власти, правильно, да? Опять-таки, мы упираемся в вопрос власти. Насколько ты имешь власть? То есть, насколько ты наделен такой властью? И чем больше тот, кому ты поклоняешься, тем больше ты имеешь власти. Поэтому, вот, и в случае вот с этом, с волхвами, которые, как бы, там тоже делали чудеса и в кровь превращали, и там и змеи, как бы, ну, тот змеи, который Моисея поглотил, их них змеи. И, то есть, все это происходило до определенного момента, а потом уже они ничего с этим не могли сделать. То есть, они не могли повторить уже то, что делал Господь через Моисея. А? Ну, да. То есть, я же говорю, все до определенного момента происходит. И даже говорит, обеспечение дам, и война будет удачной. «Идти ли мне на войну или не идти?» Ну, и Израиль так же спрашивал у Господа, да? И Господь отвечал, да? Ну, давайте на этом закончим, наверное, да. Продолжим на следующем уроке. Спасибо. 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 Спасибо.